Он просто нейтральный герой, на самом деле. Он просто-напросто хороший, появляется Сайленсер от Zero Squad. Интересно, куда? Скорее всего, на пятерку. Возможно, в миду. Две всего позиции. Но на пятерку смотрится намного интереснее, потому что Санкинг Дарсир, парни, которые будут инициировать, если под инициацию встретить Сайленсер, который стоит в миде, то для его бойцов всё будет хорошо. А если встрянет пятерка, то, как бы, Zero Squad не сильно-то и обидится, а встрянет кто-то другой, будет Сайленс от этого парня, который будет где-то сзади. Третий пик. В прошлой игре на третий пик залетел саппорт пятой позиции и был от Дезераптора. Дезераптора сейчас не будет уже. Ну, как мне кажется, вновь стоит брать пятерку и появляется Джекерос. Ещё один персонаж под Сиро смотрится интересно, хотя в предыдущей игре мы так толком этого и не увидели. Не удалось Санкингу реализовать себя, как-то даггер побыстрее вынести, да и с даггером не получилось. Сиру без блинка тяжело позицию выбрать. Дополнительное время. Так, трансляция только что, возможно, падала, как мне сообщает ОБС, но сейчас должно быть всё хорошо. Проблему... Не могу я этого, конечно, утверждать, но... Судя по опыту и исследованию, проблема не на моей стороне, потому что именно когда я стримлю с задержкой на канала Терри Риги, почему-то трансляция периодически падает. Но в любом случае, извиняюсь за это. Появляется Оград Зирискват, и это Сайленсер всё-таки кор-позиция. Интересно. Это, конечно, может быть Сайленсер и Четвёрка, но Сайленсер и Четвёрка — это ни туда, ни сюда, чаще всего. Обычно... А, хотя это Огро-Четвёрка тогда. Как Роумер-парень. Ну да, скорее всего, так будет. Так. Четвёрки Сайленсер так останется на саппорте к сфотах. Ну, с другой стороны, у Зирискват всё ещё есть те самые варианты. Ну, как мне кажется, Йоуа опять перебарщивают с упором под вакуум. Теперь появляется Свен, Свен вроде бы поинтереснее, но это всё под вакуум. У них четыре героя, которые работают только под вакуум, и всё. Можно Дарксиром с Сэнкингом просто играть, пытаться как-то через Айншелы дабул выигрывать, кстати. Ну нет, триплой тоже не могут его бой сейчас пойти со Свеном, идти в триплой — это не лучший вариант. С Дарксиром идти — это воровать много экспы у него. Остаётся последний герой для Йоуа, какой-то миддер, и это должен быть миддер на все руки. При этом, почему-то, когда нужен миддер на все руки, мне всегда вспоминается именно Shadow Fiends. Но здесь он плох, потому что в леса он толком уйти не сможет. Там будет сидеть Свен, там будет сидеть Дарксир. При этом, не то чтобы много кому есть протектить этого Сэфа, как мне кажется, появится Queen of Pain от Йоуа Бойс. Опять-таки, под вакуум, все герои под вакуум. Ну и, в принципе, Клопа, как давление, как смотрится неплохо. Сами же банят инвокер. Минус один герой на кайт, на самом-то деле, того же самого Свена. Сейчас интересно, отдельный склад, что они возьмут на ласт пик. При этом, очень много времени потратили Йоу Бойс на свой раз пик, хотя поменяли не то чтобы много чего. Ну и Клопа. Клопа звучит получше, чем ОД, если вы хотите именно в какие-то дагера побыстрее выходить, или не побыстрее, а потом через Свена. Ну, чтобы вы вначале просто что-то сделать смогли. Не дать Ликантропу добраться до этого самого БКБ, не дать Сайленсеру добраться до Фарсы, чтобы он стал мобильнее и живучее. Чтобы он не смог оставить Сайленс в драках как-то, чтобы его можно было запрыгивать и убивать. Не дать Шейкеру добраться до дагера. Чё там ещё? Фарсалотер. Например. Ещё и ветра какие-то сверху. Ну и теперь Йоу Бойс уже от своего хайграунда смогут воевать через Свена. То есть, если Клопа больше в мидгейме Ди же создаёт, чем ОД, то Свен больше к концу игры и по итогу получается очень даже балансным. При этом теперь все герои с вакуума комбиниться. Ну и последний Пигзар, склад. Ликантроп Ликантропом, но там есть Свенс в аркраем. Все просто могут попытаться возле него встать как-то. Думаю, будет Сайленс, конечно, под это ещё какая-то фисурка залететь, чтобы враги особо не отходили ещё и как-то позиционку их разрушить. Сковать действия в плане перемещения. Огр неплохо бафает Ликантропа, кстати. Похожая ситуация, как на прошлой карте, когда давали Ликантропу под шейф-шифт в Малакрите, пресс-фатак и Волк просто тот самый волчарок, который впереди идёт, лапами всё разгребает. Всё-таки Эмбер. Всё-таки Сайленсер у нас действительно будет на пятёрке. Огр, видимо, четвёртая позиция. Шейкер в сложную. Ликантроп, Сайленсер, Огр, туда трипло это тоже не придёшь. При этом трипла с Вном и так не очень хорошо смотрится. Ну и, как мне кажется, лейнинг будет что у одной, что у второй команды просто обычный. 1-1-3. Что там, что там. Ну, 1-1-3, в скобочках, возможно, 1-2-2. Скорее всего, даже в мид кто-то будет приходить. Ну, кстати, возвращается к нам то самое старое противостояние Эмбер-Клопа. Те самые... Сейчас я задоджу фистами кортик. Интересно за этим наблюдать. Вообще, по пику мне вновь больше нравится, наверное, Zira Squad. Но тут именно мои претензии к свыну, как герою. Не очень я его сильно люблю. Да и на прошлой карте показали, что Dark Seed с Сэнд Кингом как-то себя не сильно реализуют. Впрочем, здесь, возможно, повернется все немного иначе. Какие-то проблемы со звуком сейчас были. Извиняюсь. Прожимаются смоки, летят парни расставлять вижен. Похожая ситуация, как и на прошлой карте. Сэнд Кинг теперь уже ставит не сюда и вардик, а поглубже, куда-то на саппортов. Сайленсер в это же время вот такой вот вижен тыкнул. И Сэнд Кинг проставил вард здесь. Здесь встретился с Сайленсером. По идее, должно догадываться, где варды, но проблема у самого Сайленсера получил. Он только что бурлстрайк, кортик в спину и должен погибать. При этом фестблат еще и к вапе отдают. Хороший бодиблок от Сэнд Кинга. Ну, такой приличный. Еще и вард сносят, но должен огорь понимать, что где-то здесь тоже вижен стоит. Не просто, что так Сэнд отсюда вышел. Еще и вард для клопы. И если посмотреть, то 1073 нетверса. До нолевых. Эта ситуация. Эмбер уже прописывает хорошо. Люблю стоять на легких линиях. При этом Сэнд стоит. Крипов подстопят. Здесь, скорее всего, тоже кто-то будет этим заниматься. Ну и Эмбер вначале-то и так не очень хорошо стоит в медле. Теперь будет еще сложнее. Клопа по итогу делает выбор в быстрый боттл. Ну, ок. На самом-то деле... Ну, кстати, Центрик действительно поставили, и вард достается Эмберу. Это вижен действительно снесли, когда встретили здесь саппорт и поняли, где что стоит. Приходит Огрь помогать Эмберу. Он поначалу съедает клопа веточку и дает Огрю понять, что... Сейчас, кстати, он, возможно, погибнет. Борострайк сверху, еще и под Тавру подставился. Огрь, еще одна тыка. Минус Огрь, фраг. Еще один для клопы. 2-0-0. 0-42. Что-то не так определенным. Ну, Огрь переагрессивничал. При этом... Вроде бы было понимание, что Санкинг заходит в спину. Странно ему, одним словом. При этом Чикерос, однако, Шейкер прогнать особо не может с линии. Впрочем, то же самое происходит и с ДС. Хотя Шейкер, видимо, вынужден был куда-то отходить. Возможно, был отвод. В принципе, немного сильно проигрывает. Ну, и вот то самое 2 на 2 в миде действительно происходит. И Эмберт не против. 9 на 1 уже. Против. 7 на 1. Клопа вынуждена. Как-то фраги какие-то делать. Еще что-то это все не то. Это же не фарм. Правильно. На самом деле, держится все на одном уровне. С топориком, со щитом Эмбера уже тяжело что-либо сделать. Броустрайк по Агру. Есть ли Блинк? Блинк есть. И Кортик. Еще Костик в финале Агра замедляет. Сейчас еще раз взорваться должен. И фраг теперь для Санда. Третья смерть для Агра. При этом... Теперь для Санда, окей. Но Клопа с этого все равно со всего деньги получает. Ну, 44, правда. Для Санда деньги тоже неприятны. Как мы знаем, Сенткинги эти самые... Когда у них не хватает денег на даггеры, это проблема для команды. А здесь все не так уж и плохо сбивается. Флэн Гвард Боров Страйк, и мы... Эмбер вынужден отходить и не агрессировать. Кстати, вот сейчас висит на нем Шадоу Страйк. Но маны нет, что у Сенткинга, что у Клопы. Поэтому от крипов, которые зашли к нему под Тавр, отогнать его не получится. Шаги 4 на 0. Дарк Сирь 5 на 0. Ну, и в принципе, что у одного, что у второго, все норм. И ничего на этих линиях не происходит. Веселее всего в медле. Сент отходит пока что на руну. Будет идти, видимо, на базу ману регенить. Огр. Вот опять чувствуется проблема у Огра. Первый уровень все еще. При этом... Ну, вот ФБ было какое-то рили странное. Это просто наглый заход с пониманием, что Сенткин где-то в спине. Или Контроп сверху не сильно парится. Такой же запак, как в предыдущей игре. Впрочем, и линия у него точно такая же, и... Айтем билд такой же пока что. Огра при этом приходит смотреть на ДС. Прожимает ли Конт Хавлус, судя по всему, что просто крипов под тавром поприятнее добивать. А нет. Или да. Да, да, именно для этого он прожимал его. А Шейкер пытается вымотить в кустах. Есть ли молоток у Суна? Молотка нет. Нет на него маны. Мангус съедает Шейкер. Просто тянет время, но... У Суна, к сожалению, есть молоток, который у него вместо меча. Больно сделал Огры Дарксиру, но подходит сюда же Сенткинг. Сенткинг третий уровень. Борострайк сверху. Висит на нем еще и щиток. Ну и Огр еще раз погибнет. При этом Дарксиру стоит оставить фраг. Наверное, так Сенткинг и делает. 5-0. При этом... А, ну Шейкер умер. Одна смерть у него. А, одна смерть у Сайленсера еще есть. Что-то я вообще провтыкал, когда он успел это сделать. А, в самом начале игры. Точно. Флэнгвард активирует тембр. Выживает пока что. Но еще пару тык нужно по нему дать. Нет. Флэнгвард активирует под этим самым флэнгвардом. И все хорошо. Клопа под инвизом заходит, но... К Амберу все равно все нормально. Хотя обузит боту. Вот сейчас он к нему прилетит. Должен прохиливаться. При этом 24 на 1 против 20 на 6. Даже с неким пофидом от Огры. Прыжок от клопы. Чайны по ней от Амбера. Сверху фисты. Но еще одну тык просто нужно дать. Ботов прилетает, но не успевает с него отхилиться. При этом Сайлентер в этот же момент ушел. Хороший прыжок от клопы и какая-то... Не совсем хорошее понимание ситуации от Эмбера, что ли. Не знаю, как это сказать. При этом у клопы уже есть 6. Может она в какой-то момент на Эмбере накричать. Надо потихонечку добрать себе тоже 6 уровень. Огненному духу. При этом у Лекантропа немного больше крипов, чем у Свена. Но Свен еще и фрагжик сделал на шейке. Вместе со своими чуваками. Ставится фиссура от Шейкера, но не смог он свою баунтируну запротектить. Будет пытаться выгонять отсюда, наверное, Сэнд Кинга. Но видит, что сюда же идет Джекирос. Рискует сейчас погибнуть. Закидывается до Абрэв. Замедление по Шейкеру очень большое. Ликвидфайр сверху. В любом случае дотикивает. Хотя Хавл от Лекантропа прижимается. И может быть получится даже уйти. Есть Мангус, есть фиссура, если что. Шейкер по итогу выходит. Вот своевременно в этот раз прожимает Хавл от Лекантропа. При этом шестой уровень получил в медле Эмбер. Больно просаживает Клопу. Есть три реминанта на три сотни дэмэджа, но... Чайны пока что только первые. Вкачивание фистов играет свою роль. Чайны не получается вкачать в два. Становятся они не такими длинными. Все-таки вот чайны в два и чайны в три, например, отличаются только уроном, но... Ну вот первые и вторые, секунду длительности, это против Клопы очень важно. Дарсиль получил Игнат, но... У Агра все еще очень маленький уровень. Почти третий, сейчас он скорее всего еще и погибнет. Нет, не собирается Сент идти дальше. При этом, кстати... Ну очень много денег у Клопы просто с фрагов, хотя... Ну... Тысяча... Тысяча преимуществ от Эмбера это действительно много. Ну, Эмбер, по-моему, почти в каждой игре, где он присутствует, такое не очень хорошее начало. Дальше... Должен добирать с уровнем, куда-то подключиться в какую-то драку. При этом еще и СВН забирает снизу шейкером. И контрол. Очень красный. Наш шифти убегает от... Сент Кинга, который ждет его на баунте руну. Есть Боро Страйк, но... 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 Нет. Не кастует его, хотя на самом деле мог бы начинать с ним Сайлентир тачковаться. Но Сайлентир сейчас... Эту баталию, к сожалению, проиграет. Пески от Сенда. Минус. Ну и в 8 уже 0, при этом... С ВН топ-1 Нетворс. Делают ли ему какие-то стаки вообще пока что? А тут двойной стак големов, лоу. Когда-то в Dota 2 сказали то, что одинаковые крипы перестанут спавниться, но... Это, видимо, не про Эншентов. Ну и вообще, по-моему, это не про эту игру. Про мелкие споты вроде так говорили. Ну, конечно, даблстак големов я тоже давно не видел. Учитывая, какое изобилие Эншент Крипов в принципе в Dota 2 в настоящий момент. Кантроп почти добрался до Мумы, но ситуация все равно очень тяжелая. При этом у Клопы 35 секунд куда он Соник Вейвом. И с этим мультимейтом, скорее всего, свои команды куда-то пойдут. Хотя пока что Эмбер 7 уровень. Хочет как-то, видимо, реализовать себя на карте. Ну, все еще 3 окор. Печально очень. Смоки прижимаются. Выход, видимо, на Клопу. Надо подождать, пока подойдет остальная команда. И не надо ждать. Эмбер... Эмбер просто пришел Крипов бить, видимо, или нет. Клопа, Чинный получает. Игнат, но Чинный все еще 1 уровня. 1 секунда. Было бы 2, хватило бы, чтобы Агру подойти и дать станчик. Возможно, что-то и получилось бы, но... Восьмой уровень получает Эмбер только-только. Только еще потратили время эти расклады, этими перемещениями. Не за этот промежуток. Свенс нес Т1, при этом вместе с Джакирой и ГДСом выходит на Т2. Дефать как-то из раскладов не могут. Хотя на самом деле есть Шейкер. Эмбер залетает на Сент Кинга. Сент уходит в пески. Подрубается Фоингвард. От Эмбера Сент горит. Горит-горит. Прилетает сюда же Квапа. Есть Соник Вейв. Надо уходить. При этом опять много времени потратили. Санда не забрали. Есть еще и Шрайн. Пытался с спину зайти Шейкер. Снизу, однако, Тавр. Остальная часть команды вроде как за Дефу. Пять тысяч преимущества. Одиннадцатая минута. Ну и вот тут, наверное, очень важна покупка Даггера на Шейкере. И будут в Зирискват играть как обычно. Хотя не точно на самом-то деле. Опять есть у них Ликантроп. Поэтому с каким-то камбэком если он будет. Соник Вейв получает Эмбер. Прибережал к нему Сент Кинг на хосте, по-моему. Ну и Огре также здесь остается. Дабл килл для Квапы. Пять. Ноль один. Двенадцатая минута. Все очень плохо. Уже шесть тысяч преимуществ в принципе. При этом такси прогоняет сверху еще и Сайленсер, у которого четвертый уровень. Двенадцатая минута опять-таки. Нету Сайленса. Без Сайленса драться как непонятно. С таким уровнем на Агре как драться тоже не совсем понятно. Все-таки Игнат большой дэмэдж носит. Только Мом появляется у Великана. Пятьсона кого-то сверху. А где-то еще и падает вышка сверху, судя по всему, как раз. И Вейл прилетает к Вапе. Могут давить. Могут просто бесконечно давить. Здесь снизу. Эпицентр ГДС минус Шейкер, который вышел крипову добивать. Эмбер получает замедление Скортика, но есть у него реминант уходит. Эмбер 0-2-0, но в принципе при 12-0 на карте вообще чувствует себя еще более-менее. Денег, правда, у него как у Сэнд Кинга. А Сэнд через буквально 400 голды доберется до Даггера. Даггера на Сэнд Кинге, Вейл на Квапе. Звучит как критическая масса. При этом здесь пока что вообще ничего нет. Надо как-то добраться до Сайленса хотя бы на том же самом Сайленсере. Потом через Шейп Шрифт возможно как-то и получится играть. В принципе Эмбер есть с уровнем плюс-минус. Кстати, действительно не так сильно от Квапы отстает. Квапа при этом не берет себе талант на 10 сил, берет себе скиллы, соответственно, при таком перевесе. Риск погибнуть не так велик. Врыв на Шейкера, прожимается хава. Очень много ХП у всех. Эмбер должен найти Квапу на чайные прокают по голему. В итоге стяжка хорошая, потом окропилил. Сверху еще и стенка ставится. Эхосом от Шейкера, ну, не дамаживаю никого всем. Абсолютно наплевать. Эмбер должен вроде как отсюда уходить. Умер пока что один Огр, на самом деле. Но Дарк Сири должен дотыкивать здесь Шейкера. Правда, в спине. Заходит сюда же Слен. Как же много дэмоджи по двоим. Сверху Соник Вейв. Минус раз, минус два. В принципе, на этом игра для Зарисклата закончена. И понимает этот Шейкер. Гуд гейм на второй карте. 14 минут всего потребовалось его бой, чтобы это сделать. Просто У. Ну, я не знаю. Тут большую роль сыграли начать...